Добрый вечер! Руна 18. Чудесная, прекрасная руна. Ее очень не так часто используют почему-то в магии, хотя вы сегодня познакомитесь с этой руной и вы в нее влюбитесь. Потрясающая руна, очень замечательная руна. Она дает другой аспект магического сознания, а мы уже говорили, что третий этир это руны магического сознания, которые выкристаллизовывают или открывают тайны магического сознания или как влиять своей волей на внешнюю вселенную. То есть есть внутренняя вселенная, это то, что у нас внутри, и внешняя вселенная, которая нас окружает, которую мы создаем. Мы это уже с вами проговаривали в законах магии. А сегодня мы смотрим, что из Свартальхейм Беркана устремляет в Свартальхейм, стихию земли, ну или наоборот, стихию земли в Свартальхейм. То есть устанавливая позицию главного, преодолевая свои страхи, мы создаем определенный рост, а Беркана это руна роста, нашему плодородию. И вот здесь вот, внимание, начинаем говорить о Беркане. Беркана руна роста, или еще называют береза, она Берта, древнегерманская богиня плодородия и земледелия. Древнегермании к ней обращались, чтобы вызвать о помощи в рождении ребенка, поэтому Берканы, в ней заложена определенная женская энергия. Если мы, например, посмотрим на Тайваз и посмотрим на Беркана, я опять же обращаю, из одного источника Свартальхейм, мир огня, мир плодородия, земли, стихии земли, направлены две руны, которые по своим особенностям определяют как мужское начало Тайваз и женское начало Беркана. Тайваз символично показывает фалос, Беркана показывает женщину, то есть грудь, как женщину. Мужское и женское начало. Если покровителем Тайваз был Тюр или бог справедливости, или бог, который отдал в залог свою руку, чтобы связать всемирного волка Фернира по мифам, то есть он показал высшую степень справедливости и жертвенности, попадание в цель это своего рода жертвенность, то есть ты чем-то жертвуешь, то есть ты жертвуешь своим комфортом ради каких-то изменений, то Беркана, она идет к водородию гибко, как береза, или достигает роста медленно и постепенно, но тоже идет к цели. То есть целенаправленность Тайваз, она подобна целенаправленности Беркана с разницей только в том, что Тайваз это выстрел, Беркана это определенный путь, путь, который не пробивает себе дорогу к цели, а который ждет, почему я ее назвал руной роста, ее тоже называют руной роста. Здесь очень интересно было бы взять ассоциацию с руной Ера, годовой цикл, когда мы бросаем зерно, сначала рассматриваем такую некую аллегоричность, мы забрасываем зерно в плодородную землю, это зерно начинает питаться и раскрывать, набухать свой потенциал. Для того, чтобы зерно выросло в плоды, ему нужно проявить весь свой потенциал во времени. Нужно, чтобы появился росточек, но росточек это не плод. Нужно, чтобы появился стебель, но это не плод. Нужно, чтобы появились листики, но это никак не плод. Это процесс времени. Более того, может появиться колос, но он зеленый. Если взять тот плод, который там начал сформироваться, он не будет иметь ценности, как единица семени. Этот плод нужно, чтобы он вызрел, выстоялся и приходит время, когда получаешь результат во 100 крат более. Вы знаете, что в одном зернышке хранится колос, с которого можно собрать до 100 зерен, 50 до 100 зерен. Считается там мощный колос, который приносит идеально 100 зерен. Так вот, вы можете представить, почему говорят во 100 крат воздаст? С одного зерна во 100 крат проявляется. В этом суть Биркана. Вот это женская гибкость, податливость, но все равно достижение своей цели. Я как-то говорил с одной барышней, она говорит, что мне делать, там какая-то проблема. Я говорю, вы знаете, женщины, я вам очень сильно удивляюсь. Умея в себе потенциал, ваш женский потенциал, достижение цели, вы лупите, как мужчина, в лоб, режете в лоб. Где ваша гибкость? Вот руна Биркана, она создает гибкость. В магии можно ударить напрямую тайваз, а можно проявить Биркана, гибкость. Я такой великий маг, как это я тут буду перед вами лебезить? Но вопрос вот в чем. Я хочу достичь цели, и не важно, какими путями я ее достигаю. Важно, чтобы я был в балансе. Все ограничения или все то, что я устанавливаю относительно каких-то законов, это законы моей вселенной. И в магии принято не следовать законам, потому что маг свободен, а он сам устанавливает закон. Вспомните последний закон, который я вам говорил, закон, который, если обстоятельства складываются так, что нужно изменить своим принципом или своим законом для выживания, то это правильно. Мы можем наставить себе законов, что делает обыкновенный человек, и следует этим законам. Это можно, это нельзя. Это белое, это черное. Это солнце, это луна. У мага нет этого. Солнце хорошо, луна хорошо, белое тоже прекрасно. Потому что белое без черного не может быть. Знаменитый квадрат Малевича, да, он же на каком фоне находится? Уберите фон, он исчезнет. Если взять принципы колористики, я просто в силу того, что я занимался дизайном, я этот вопрос изучал, в колористике есть понятие контрастов, когда один цвет усиливает другой. То есть мы не можем увидеть яркость, насыщенность с одного, не имея на фоне другого. Вот это истинная дуальность. Для понимания одного нужно понимать другое. И делать контрасты. Можно увидеть на контрасте, на сравнении, на восприятии двух объектов. Если человек всю жизнь жил в Африке, и он знает, что солнце – это горячо, 40 градусов, и зима – это дожди, то попробуйте ему объяснить, что такое снег. Что такое снег? Он никогда не поймет. Вот Беркана, она создает условия, при котором, почему береза? Березовый прутик, в переводе с древнегерманского, березовый прутик, как ни согнешь, он не ломается. И что бы ты ни делал, как бы ты ни поступал, тебе нужно достичь цели. Это я, это я тебе подсказал, это ты делаешь, потому что я тебе сказал, иногда слышу я. Какая разница, ты хочешь, чтобы это было, неважно, кто это сказал, потому что вселенная начинает крутиться для достижения цели. Многие маги попадаются на эти грабли, когда это я сказал, это меня цитируют, это мои слова, да мне 300 лет, кто это цитирует. Или не важно, как это происходит, неважно, кто это заложил, ведь вы поставили цель конкретную, например, через Тайваз, а Бергана создала рост. Я же тебе говорила, да неважно говорила, важно, чтобы, например, я просто из практики, был такой период, я практиковал работу с кверентами, вот я ему говорила, говорю, а для вас важно, чтобы он признал то, что вы это говорили, или важно то, чтобы он изменился относительно того, что вы говорили. Человек задумался, потому что для многих важно, чтобы оценили то, что он говорил, а не то, что нужно сделать. То есть, ну, одень шапку, ну, я вот так, одень шапку. Я же тебе говорила, если не оденешь шапку, ты простудись. На этот опыт тоже нужно. Человек одевает шапку после простуды, вы достигли цели. Я же тебе говорила, что ты простудишься. А, вот я тебе говорила. Молодец, что ты говорила. Человеку надо простудиться, чтобы до него дошло, что надо одевать зимой шапку. Поэтому процесс вот этой вот гибкости, самого роста, он дает некий такой элемент терпения, даже долго терпения, для того, чтобы достичь результата. Я не просто вспомнил Гера, потому что мы находимся в мире, в Мидгарде, где происходят процессы линейные. И для того, чтобы нам достичь цель, мы порой можем идти зигзагами. Идеально выстрелить тайваз и попал в цель, и все свершилось. Но мы говорили на прошлом занятии, что можно 20-30 раз долбенить в одну и ту же цель и не попасть. А может быть, не надо долбенить, может быть, нужно проявить гибкость. Например, лук с прицелом или мишень побольше поставить, или выстрелить под другим углом, или выстрелить по ветру. Ну, то есть, подумать, какую можно проявить смекалку, какие можно предпринять действия, чтобы достичь другим путем, а не напролом. Мужчины устроили войны, они рубятся топорами, мечами, а они считают, что можно, уничтожив противника, достичь своей цели. Но почему-то войны начинались из-за женщин, мудрых женщин. И, как правило, войны, когда они начинались из-за женщин, ну, если так, рассмотреть историю, не рассматривать частности, это были войны, которые всегда заканчивались мирно, без такого кровопролития, где судьбы или решения принимали мужчины. Мужское и женское начало, они едины, они равновесны. Самое интересное, это не надо брать женщину и иди сюда. В женщине мы видим свое отражение, зеркальное отражение, мужчина в женщине видит, а женщина в мужчине видит отражение. И на самом деле у нас есть и мужское, и женское. Есть тайваз, есть беркана. Идущие от одного начала, и вас, преодоление наших внутренних барьеров, когда мы понимаем, какие у нас внутренние барьеры. Почему многие женщины обращают, вот я одинокая, не могу найти себе партнера. Внутренние барьеры. Я начинаю говорить, снимите внутренние барьеры, человек не понимает. Шоры стоят, барьеры. Развелась в браке, насунула на другого человека портрет своего мужа и по-прежнему ищет своего мужа. Почему у меня в жизни попадаются такие же Вити, которые у меня были в первом браке? Потому что ты насунула это. Почему у мужчины точно так же попадаются те же самые женщины? Потому что отражение, внутреннее отражение проявляется в партнере. Когда человек снимает с себя вот эту вот маску или снимает претензию к самому себе, тогда и восстанавливается контакт и тогда появляется, как говорят, та половинка. Я не о психологии сейчас хочу говорить, я рассказываю о Берканах. Мы все это переносим на Берканах. Беркана – это гибкость для достижения цели. Это еще один вариант, потому что есть вещи, когда нужен тайваз, а есть вещи, когда нужно Берканах. То есть, можно взять город измором, проявить терпение, и они сами откроют из-за голода. А можно лезть на стены, убиться, драться, не взять этот город, не взять этот замок, не взять эту цитадель. Как мы решаем эти вопросы в Берканах? Суть рождения, почему сравнивают Берканах как беременная женщина или женщина-плода, вынашивающая плод? Беркан – это вынашивающая плод, грудь и живот, плодородие еще называют, руна плодородия. В сознании происходит зачатие, мы говорили о мужском и женском начале, о плюсе и минусе. Зачатие создает определенный плод. Зерно может лежать в хранилище долгие годы, но оно начинает расти, когда попадает в плодородную почву. Мужское и женское, плюс и минус, соединение белого и черного, соединение добра и зла дает рост, динамику, питательную среду. В сознании происходит зачатие мысли, идеи. Эта мысль и идея в том виде, в котором она есть, она не может быть результатом или плодородия. Но никак. Нужен процесс роста, взращивания, появления этого плода, формирования этого плода, выкристаллизовывания сознания, окрепления этого сознания. Только потом происходит рождение, материализация, проявление на свет того, что изначально началось с одной идеи. Вот почему символизм чрева женщины или символизм женского плодородия, оно в духовном плане выражает беркан, ассоциативно. Мы проводим ассоциацию. Как это работает? Хроническая сетка.